Всем добрый день. К сожалению, я вынужден вас огорчить. Мы все знаем об изменении климата. Мир меняется, белым медведям становится невыносимо жарко. И вообще, судя по информации, которая льется на нас отовсюду, мы скоро умрем. Однако не переживайте. Мы спасены, нас спасет двигатель внутреннего сгорания. Да, это именно так. Но для начала давайте выясним, кто же является виновником всего этого экологического ужаса. Нет, конечно, это не мы, не обычные люди, не знающие меры потребления, а углерод. Но из углерода состоят деревья. Как он может быть плох? Дело в том, что он входит в состав парниковых газов. Основным врагом человечества и природы одна известная шведская девочка считает углекислый газ. Вот его формула. СО2. И что нам с этим делать? Мы уже договорились, что не будем реже покупать мобильные телефоны и такие нужные и важные для жизни дамские сумочки. Казалось бы, выхода нет. Но ученые не просто так получают небольшие зарплаты. Иногда они придумывают классные идеи. Во-первых, они научились отфильтровывать углекислый газ из воздуха. И это уже хорошо. Но что с этим делать дальше? Был найден изящный выход. Углекислый газ – это углерод и кислород. Если добавить к этим элементам водород, то можно получить вот такое соединение – CH3OH. Это метиловый спирт. Более научным языком процесс описывается так. Энергия от электростанции идет в высокоэффективный электролизер на основе протоннообменных мембран. Он вырабатывает водород из воды. Далее происходит захват углекислого газа из атмосферы или из выхлопов промышленных объектов. Из газа и водорода синтезируется метанол. Но не радуйтесь раньше времени. Метиловый спирт ядовитый, и сделать что-то вкусное из него не получится. Но тогда зачем все эти сложности? Дело в том, что из метанола легко получить бензин, на котором прекрасно работают двигатели внутреннего сгорания. И если посмотреть на весь процесс целиком, получится, что катаясь на машине с таким двигателем, вы будете не просто углеродно-нейтральным. Вы оставите отрицательный углеродный след. И чем больше проедете, тем лучше. Потому что вы с каждым километром пробега буквально уменьшаете количество углекислого парникового газа в атмосфере. Благодаря вам будут спасены белые мишки и планета в целом. Если вы считаете это бредом или фантастикой, то, знаете, недавно в Чили при поддержке Германии заработал первый такой завод. Проект называется Haruoni. Можете найти в интернете. Поэтому не переживайте. Мир в надежных, спасающих руках двигателей внутреннего сгорания. Похоже, это и есть зеленое будущее нашей планеты. На сегодня у меня все. До скорого. Пока.